Это Алмазный край. Спасибо, что смотрите нас. Итоги минувшей недели подведу я, Татьяна Тестова. Встречать посетителей ботанического сада будет обновленная входная зона. Мирнинский ботанический сад обновляют впервые за историю его существования. Расскажем, как изменится место отдыха. Чтобы были съедены все завтраки, все обеды. Юные мернинцы сдают нормативы ГТО и учат взрослых толерантности в летних лагерях. Алроса помогла Мирнинскому парашютному клубу провести юбилейные соревнования с прыжками на точность. Более подробно об этих темах поговорим буквально через минуту. А пока краткий обзор некоторых событий. В Якутии по инициативе главы республики учредили знак «Семейная доблесть». Его будут вручать семьям, которые прожили в браке 50 лет и имеют заслуги в области воспитания детей. Самолет, летевший из Иркутска в Ленск, ударила молния. Электрический заряд попал в верхнюю часть киля самолета с правой стороны. Экипаж не пострадал, пассажиров на борту во время полета не было. В Мирном стало на одного почетного жителя больше. Титул присвоили тягло Анне Михайловне. Она трудится на благо Алмазной столицы более 50 лет. Сегодня работает секретарем в одной из общественных организаций. И к первой теме. Неделя в Мирнском районе оказалась богата на стройки и ремонты. Работы по благоустройству стартовали в городском парке Мирного. Рабочие приступили к первому этапу реконструкции территории по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Сегодня подрядчик расчищает участки, сообщает Мирнская мэрия. Далее по плану демонтаж старых конструкций, искусственное изменение рельефа, выравнивание площадок под проезды и тротуары, а также озеленение. Работы первого этапа закончат осенью текущего года, а в следующем году строители приступят ко второму. По замыслу администрации функциональная часть парка увеличится в пять раз. На территории появится смотровая башня, всесезонная горка, радиальные качели, пешеходные и велосипедные тропы, памп-трек. А главной фишкой станет амфитеатр со сценой и танц-верандой на 500 человек. А в Светлом рабочие приступили к монтажу развлекательной зоны общественного пространства для отдыха и прогулок. К октябрю в сквере с элитрической тематикой появятся детская, смотровая и скейт-площадки, навесы, скамейки и трибуны. Для удобства посетителей на объекте устанавливают пандусы и лестницы, уличные фонари и наружные камеры. Сквер появился благодаря инициативе желания жителей. За благоустройство сквера проголосовало большое количество населения, более 70% участников голосования. И с этого момента администрация приступила к разработке проектно-сметной документации, которая была готова в 2023 году. Строительство сквера проходит в три этапа, а сейчас идет второй, в рамках которого также установят павильон общественного питания и зеленят территорию. Напомним, два года назад проект сквера победил в конкурсе территория Алроса. Алмазодобывающая компания выделила на его строительство 20 миллионов рублей. Еще 8,5 миллионов направил муниципалитет. Также дополнительно 10 миллионов рублей муниципалитет направил в рамках договора социально-экономического развития поселка с Алроса. В 2025 году пространство откроют для посетителей. Ботанический сад в Мирном готовится к масштабной реконструкции. Впервые с момента открытия пространство преобразится и будет более привлекательным для отдыха и развлечений. Каким станет обновленный сад, выясняла Мария Панхерова. Городской ботанический сад ожидает реконструкция. Первая с момента его основания. Теперь здесь найдется место не только для уединенных прогулок с книгой, но и для встреч с друзьями, а также выездных мероприятий. Ботанический сад в Мирном открыли в 2005 году по инициативе бывшего президента республики Вячеслава Штырова. На участке обустроили аллею, установили декоративные мостики, завезли молодые саженцы морозоустойчивых растений из Кемерово и Ленска. Суровые зимы перенесли яблоки и сирени, на цветения которых ежегодно собираются посмотреть тысячи горожан. Однако внешний вид сада устарел, часть объектов разрушилась, а освещение декоративных скульптур не было изначально. В рамках обновления в саду установят лавочки, урны, навесные качели, биотуалеты, а также арт-объекты в виде фигур оленей. Встречать посетителей ботанического сада будет обновленная входная зона. Работы закончат до 1 октября 2024 года. Мария Панферова, Денис Сухогузов, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». Машины со свежим салоном без пробега. Автопарк МТП пополнили 13 автомобилей. Транспорт на альтернативном топливе приобрели по программе технического перевооружения. Легковые автомобили поступили для работы и в Яндекс.Такси, и в корпоративном такси. Они работают на газу, то есть для перевозки как работников компании, так же частных лиц. Также «Алмаз Дортранс» купил шесть автобусов, еще два ожидают. Каждая модель рассчитана на определенное количество посадочных мест. Автобусы будут перевозить сотрудников компании на производственные площадки. И к другим темам. Более двух тысяч детей Миринского района проведут короткое северное лето в лагерях отдыха и оздоровления. В июле двери для ребят открыли 15 пришкольных лагерей. В программе экскурсии, походы в кинотеатр, прогулки в парке и городские мероприятия. Чем же еще занимаются юные Мирницы этим летом и какие ценности они прививают своим воспитателям, расскажем в нашем следующем сюжете. От вас жду, чтобы были съедены все завтраки, все обеды. Море позитива, улыбок, счастья. Без еды счастья нет, поэтому и кормят юных Мирницев в летних лагерях, как в ресторане. Меню за три недели ни разу не повторяется. Здесь каша, мясо, фрукты, овощи, морсы и компоты. Все по требованиям СанПин. Можете сердечком вырезать, а можете прямоугольный формат. После сытного завтрака наступает время для творчества и развлечений. Здесь учатся новому не только дети, но и взрослые, считает воспитатель Лариса Усачева. Например, оптимизму. Мирнинка десятый год работает в летних лагерях и каждый сезон удивляется поведению детей. В хорошем смысле. Дети очень толерантны. Очень хорошее отношение к экологии, к животным. Мы никогда не проходим мимо. Дети очень добрые, творческие дети, заботливые. Получаешь большой заряд эмоций, новые встречи, творческие работы, экскурсии, заряд бодрости. На июльской смене в 15 лагерях на базе образовательных учреждений Мирнинского района отдохнет 830 детей. Многие здесь не впервые. Я решила пойти на вторую смену, потому что тут очень весело, чем заняться. Это лучше, чем сидеть дома или сидеть в телефоне. Самый лучший момент, мне кажется, когда мы устраивали разные конкурсы, когда был мисс и мистер, когда у нас был конкурс по движению первых. Если на следующий год будет такой же прекрасный лагерь, я обязательно сюда приду. Ждать следующего года не обязательно. Мирнинцев от 7 до 14 лет приглашают и на третью смену. Скучать не придется. В программе квесты, экскурсии в музеи, кинотеатр, прогулки в парке, плавание в бассейнах и городские мероприятия. Направлений у нас различных много. Начиная от экологии, заканчивая спортивным направлением. Допустим, в лагере на базе спортивной школы ребята сдают нормативы. То есть они за период нахождения своего в лагере могут развить свои физические навыки. Есть ли еще места на третью смену и как записать чадо в лагерь, подскажут в школах. От родителей потребуют заявления на имя директора. Всего же в лагерях с дневным пребыванием отдохнут и насладятся летом больше двух тысяч детей. Юлия Сундукова, Андрей Соломенник, Илья Шикуля, медиакомпания «Алмазный край». В День государственности Якутии жители Айхала отметят еще одно событие. 27 сентября в поселке откроют модельную библиотеку. Учреждения преображают в рамках национального проекта «Культура». Сегодня здесь делают косметический ремонт, обновляют стены, утепляют окна, частично меняют освещение. Работа намерена закончить к концу июля. А на деньги республиканского гранта – 800 тысяч рублей – для местных любителей литературы в библиотеку закупили компьютеры, книжные стеллажи и мебель. Пока все это хранят в коробках, подальше от пыли. Прочитать сказки с Бабой Его и Кощеем юные айхальцы смогут в модельной библиотеке, а вот посетители «Алмазной долины» в Мирном увидят, как эти же герои играют в кости. Две деревянные скульптуры – творение мастера из республики Мариэл. Сюжет Владимира Алманова признали лучшим на конкурсе фигур в Мирном. За победу мастер получил 200 тысяч рублей. Второго места удостоился молодой резчик по дереву Михаил Дудин. Скульптор более 10 лет работает с деревом и льдом. Художник вырезал объемную деревянную иллюстрацию из сказки «Лиса и волк». Замкнули тройку – Вадим Тамманыров и его «Жар-птица». На создание статуи участникам дали неделю. Жюри оценивало оригинальность решения, совпадение готовой скульптуры с нарисованным эскизом, технику и мастерство обработки материала. Готовые скульптуры установят на территории горнолыжной базы «Алмазная долина». У нас есть, например, два очевидных места, где можно было бы расположить фигур. Только два. А фигур больше намного. Поэтому мы бы хотели одну фигуру расположить, чтобы было видно из дома проката, из большого панорамного окна. Также у нас появился новый объект «Дом-кафе», в котором тоже большое панорамное окно, выходящее на лес. И вот там как раз есть небольшой участок, где можно было бы поставить какую-то фигуру. Но вы видите, фигуры все разные, да? Здесь вот нужно учесть характер фигур, где они больше подходят. Поэтому пока что это вопрос открытый. Организатор культурно-спортивного комплекса «Алроса» говорит, конкурс деревянных фигур будут проводить ежегодно. Тематика будущего года пока остается в секрете. Продолжаем. Парашютный клуб «Феникс» отметил юбилей. В течение 10 лет инструкторы клуба занимаются подготовкой спортсменов. Подарком для клуба в этом году стала победа в конкурсе «Территория Алроса». С ее помощью получилось провести масштабные состязания. Все подробности в нашем сюжете. Подобно тополиному пуху, парашютисты мирненского клуба «Феникс» рассекают потоки ветра. Экстремальный спорт сродни зависимости. Попробовав однажды, испытываешь тягу к небу постоянно. Алла Березовая – пилот и парашютист с 30-летним стажем. За ее плечами 930 прыжков. Жительница Мирного в очередной раз заходит на борт, однако волнуется как впервые. После первого прыжка я помню фразу свою, что «я хочу еще». В принципе, он открыт всегда и для всех, этот путь в небо. Было бы ваше желание, да, и немножечко еще каких-то усилий приложить к этому, и тогда да. Биение сердца и напряжение во время полета ученые сравнивают с первым свиданием. Правда, спорт требует длительной подготовки. Мирненские парашютисты говорят, ранее такое увлечение было доступно единицам, ведь тренеров в алмазную столицу приглашали из Иркутска. Сегодня они есть и в Мирном. Единственный клуб в России, а может и в мире, я не знаю, где деньги не берут ни за занятия, ни за теоретические обучения, ни за прыжки. Благодаря грантовой поддержке дети Мирненского района занимаются в клубе бесплатно, финансирование покрывает затраты на вылеты вертолета Ми-8 и покупку экипировки. А в этом году «Феникс» поддержала «Алроса». Парашютный клуб «Феникс» стал одним из победителей конкурса социальных инициатив в территории «Алроса», в котором участвовало порядка 30 общественных организаций. Из них 9 победителей было, в том числе вот наш парашютный клуб «Феникс». Компания выделила деньги на проведение юбилейных соревнований. Команды авиационных спасателей и опытные спортсмены-парашютисты боролись в прыжках на точность, а те, кто наблюдался происходящим, возможно, тоже захотели обрести такое хобби. Обратиться в «Феникс» и узнать подробнее о занятиях можно по телефону 8-914-295-00-40. Андрей Соломенек, Илья Шикуля, Олег Соснин, медиакомпания «Алмазный край». Тоже экстрим, но не с парашютом, а на велосипедах получают две спортсменки. Якутянки решили добраться на двухколесных из Якутска в Мирный. К 18 июня Ольга Семенова и Ангелина Петрова добрались до Сунтарского улуса. Позитивные подруги пропагандируют здоровый образ жизни, а в Телеграм ведут канал о велопутешествии. В некоторых местах спортсменок встречают родственники, а в других – главы наслегов. Расстояние от Якутска до Мирного – более тысячи километров. Такую дистанцию велосипедистки ранее не преодолевали. Свой первый велопробег Ольга и Ангелина совершили в 1998 году, проехав от Якутска до Улаха. Добраться до «Алмазной столицы» спортсменки планируют к 21 июля – дню «Алмазодобычика». Программа мероприятий одного из главных праздников Мирного района уже в социальных сетях «Алмазного края». Заходя на странички, не забудьте подписаться. Так вы будете получать новости «Алмазного региона» в числе самых первых. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин